В этом году отдел торговли и предпринимательства определил 14 мест уличной торговли. Вместе с представителями отдела мы отправились на одну из узаконенных, но отдаленных от города точек, в Ташкинова. Казалось бы, раз документы и оформлены заранее, то такая мелочь, как фартук, табличка с именем предпринимателя и ценники уж обязательно должны быть. Но в жизни, оказалось, нет места совершенству. Есть даже палатка, но такое впечатление, что палатка оборудована только для укрытия продавца от солнца, а арбузы лежат под палящими лучами солнца. Это категорически запрещается. И потом нет вывески организации, кто здесь осуществляет торговлю. Нет ценников. Весы я тоже вообще не вижу. Есть какое-то ведро еще с ягодами, хотя место оборудовано для торговли вахчевыми культурами. Продавец и хозяйка точки наличие нарушений объясняют просто не успели. А это второй день торгуют. Везде грузины, армяне, везде вон торгуют. Вы, пожалуйста, снимайте тех людей. Она только сегодня вышла, первый день. То есть обещаете, что все исправится? Исправим, конечно. Мы никогда ничего не нарушали. Работают хоть и второй день, а ведро с клубникой, видимо, как сопутствующий товар, выставить успели. Говорят, себе собирали. Кстати, от определенного администрации места удалились метров на 50. Разрешили продавать возле соседнего магазина, а встали, где удобнее. Хозяйка уверяет, что исправится. Если нарушения есть на законных местах, то что уж говорить о таких вот точках на дороге. Хотя вместо точки здесь можно поставить большой вопросительный знак. Почему лежит продавец? Кто хозяин и где документы? Вопрос о чистоте рук здесь вообще не стоит. Вы давно здесь стоите? Лежите, вернее. Давно работаете? Второй день. Второй день? Идут арбузы? Не очень. Арбузы лежат под палящими лучами солнца. Да еще напополам разрезанные. Таких условий, конечно, разрезать их нельзя. Потому что нет условий для мытья рук, для мытья инвентаря, в частности, ножа. Ценник оформлен неправильно. Просим позвонить хозяевам, но девушка, как-то смутно ориентируясь, никак не может набрать номер. И после десятой попытки вздыхает. Не дозвонилась, но уверяет, арбузы очень вкусные. Вчера она продала целых два, и никто не пожаловался. Даже рискнув и купив арбуз вот на такой точке, еще долго будет помнится уставший продавец. А мы дальше отправляемся на центральный рынок. Здесь, конечно, никто не лежит. Но вместо туманных намеков о месте хранения документов на товар, в ход идет прямое хамство. Налога решила лично и сказала, что сертификаты сейчас не выдают. У нас афистанция говорит, сама лично, у финской афистанции говорит, что никаких сертификатов они не дают на качество. Сейчас не сертификаты. Они это все отменили на продукцию. На любую продукцию. На любую продукцию. Не на какой продукции. Сертификатов нет. Вы отстали от жизни, девушка. Вы вообще где живете-то? В другом мире, что ли? Далее понарастающие от храмства перешли к угрозам. Мы посмотрим, как вы все это сюжетные, которые покажете, по телевизору. Потом мы на... Просто если я себя увижу, то я все подам. Я уже подавала. Я тоже подам. Они мне поддержат. По-любому подам. И так что нефиг снимать. Не хами. Такая реакция на простой вопрос шокирует. Тем более, что продавцы, мягко скажем, лукавят. Наличие документа на товар, будь то сертификат, декларация о соответствии или качественное удостоверение, хотя бы один из таких документов обязателен. И покупатель вправе потребовать его. Пусть даже это будет копия. А отговорки, что все где-то на базе, не принимаются. Вот и получается, что единственное доказательство качества здесь – ценник со словом «сладкие». До уверения продавцов. Ваши арбузы вкусные? Арбузы очень сладкие. Чие? Убекистан, Ташкен. А есть какие-то документы, подтверждающие, что они оттуда? Да, на оптом складе, пожалуйста. Отдел торговли определяет лишь законность расположения точки продажи не ближе 25 метров от проезжей части. Наличие санитарных книжек у продавцов, но никак не качество товара. По новому закону, который призван облегчить тяжкий труд частного предпринимателя, соблюдение санитарных норм и пригодность продукта в пищу проверяют лишь по просьбам самих предпринимателей и жалобам жителей. Оказывается, в случае что? Виноваты мы сами. Конечно, частных предпринимателей, их много, которые торгуют в аксимии в городе. Но они, никто еще не соизвел, как говорится, заинтересоваться, какие продукции они продают. В пользу случаям хотел бы сказать, что граждане, которые приобретают арбузы, заинтересовались качественными документами и никогда не покупали арбузы в разрезанном виде. Потому что тех условий, которые должно быть, можно реализовать на разрез, этих условий вы прекрасно знаете, что в городе нет такого. Арбузы режут, люди покупают, если есть спрос, предложение всегда будет. Эти скороспелки, которые на родине в Средней Азии никому не нужны, у нас ценятся высоко. Вот только стоит ли удовольствие попробовать эти южные фрукты раньше положенного природы времени, тех денег, которые мы за них платим? Большой вопрос. Настоящие-то появятся не раньше августа. Лилия Гарифульна, Ренат Юмакаев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова